Апрель. Пора, когда хочется петь и танцевать. В буквальном смысле. А в Минском колледже искусств так решили поддержать не только весеннюю традицию, но и историческую. Учащиеся готовятся к одному из самых масштабных выступлений за четыре года. Празднику народной песни. Народная песня, она живет в народе. И народ без этой песни, он не может существовать. Это главная мысль. Ну и в принципе это такое грандиозное событие для нашего колледжа. Концерты отличаются большим разнообразием. Она включает в себя народные песни как в традиционных обработках, так и в современных обработках в новом стиле, полк, фьюжн. Детская хореографическая студия. Студенты специальностей народное пение, хореография, режиссура, инструментальная музыка. Порядка ста участников покажут свое творчество, культуру страны и национальный колорит. Костюмы, это конечно же национальная символика. Это любые вышиванки, то есть это блузки с васильками, юбки, ниже колена, кокошник, на котором, конечно же, красивые цветы. Тщательно готовимся к концерту. Ну что ждать? Не знаю, впечатлений. Ярких, светлых улыбок, море песен, ярких, зажигательных танцев, номеров. Мы сами принимаем участие в номерах. Я как учащийся режиссуры, но с пластическим номером к песне «Православные». А я как танцор. Выступление состоится уже сегодня вечером. Для учеников это еще одна возможность показать себя, а для режиссеров получить дорогу в профессиональную жизнь. Сценой, где льется песня «Житё», именно такое название в этом году носит концерт, станет Дворец культуры профсоюзов. Елизавета Крошинская, Андрей Плещук, Юрий Лбовников. Наши утра. Субтитры создавал DimaTorzok